вы гляньте на это молока налила и он помчался пить хотя не урочное время еще только сколько там не знаю еще несколько часов как бы до их просыпания он видимо запах услышал и побежал подруга дрыхнет он бегом-бегом по молочку просто вам констатирую как факт никакого особенного тут зрелища для вас уже нет потому что сто раз видели моего мегаса и того и другого но не стону 1 5 уже был показан так что мы не пьем да только принюхиваемся ну давайте понаблюдаем внимательно не пьют давайте ждать надо разобраться дело такое нужно терпеливо ждать чтобы что-то увидеть иногда бывает открываешь и сразу ага ну факт что ты видишь там происходит что-то иногда смотришь что сейчас вот что-то произойдет и вот ждешь-ждешь-ждешь море погоды потом на мой голос реагирует потому что я говорю и воздушные волны идут от моих губ ну как ветерок легкие они же очень чувствительны но раньше то они шугались прямо от всего сейчас нужно у них перед носом там что-то положить или на оборот забрать какой-то уже устаревший корм чтобы заменить там как-нибудь из листочка на другой и они спокойно относятся руками я конечно все равно не трогаю не позволяю себе такую дерзость нет за раковину то я его поймал когда в воде сидел удавича не пьет да я не стал не стал у нас уже есть видео где он бьет молочко чуть-чуть и щеку молоко надо говорить молочко вот в этот раз что не так может быть слишком много концентрация не там сильнее разбавлять надо было водой да в этот раз молоко больше примерно один к пяти ну так если на глаз смотреть слишком ядреная мне не могу у меня спина устал я немножко неудобно наклонилась если будет пить я приду сниму договорились ребятки я думаю вы мне простите что я сваливаю я пошла до воды просто добавила долила воды нет все таки какие-то сомнения гложет в прошлый раз какой пил молоко и тот же гаврик или белый может надо было знаете что сделать сначала подождать пока сливки отстояться их снять а потом уже молоко предлагать ну что гадать ладно все друзья добрый вечер хочу поделиться вот нашла еще одну траву для мегалобулимуса а именно мокрицу вот это вот травка прежде не доводилось и отдавать своим улиткам ну вернее кому-то давала конечно вот оси а сегодня мы уже привычно купаемся а сегодня мегасом предложила нашла возле дома такой закуток где она растет в изобилии оказывается они ее с удовольствием едят мегас покажи как ты ешь мокрицу пожалуйста сейчас не хочет вот мокрица это огородный сорняк еще не название и звездчатка не буду какая-то там беленькими цветет цветочка погуглите макс мокрица могу специально на улице ее поснимать как она выглядит а я тут по наивности молоко налила в прошлый раз же они пили молоко с удовольствием а он прибежал туда по окунал усики то свои и ушел не захотел пить и погружаться не захотел в него я скорее молоко отдала фулика а этим чистенькую воду налила вот он уже там брязгается вовсю ребят я кипяченую воду наливаю может быть надо сырую или вообще из родника принести никто не выяснял какая вода лучше для улиток так дружок укуси мокрицу чтобы уже было не голословно мое утверждение давайте проверим вот здесь вот лежала мокрица много ее тут было и и тут нет как не было ну ладно иной раз вознамеришься что-то конкретное снять какой-то сюжет они вот они же не это самое не профессиональные актеры которые тебе будут по команде все выполнять что ты хотела русалка русалочка на ребята это нечто что они сейчас вдвоем будет купаться а вдруг такого мы еще не видели подождем знаете иногда приходишь и уже снимаешь какую-то готовую историю без предыстории и думаешь вот надо было с самого начала снимать когда улитка только обнаружила этот продукт или там какой-нибудь там овощи или цветочек и было бы видно как она к нему ползет ладно в другой раз приходишь с камерой заранее видишь что улитка вознамерилась что-то делать и ты стоишь с этой камерой стоишь и ждешь ждешь она передумала вот лучше все непредсказуемо сейчас вот эта вот история с вот этими шевелениями усиков она может продолжаться бесконечно долго как бы ничего не меняется тут и я такая значит ну ладно я пошла и тут начинается самое интересное с животными так помните это реклама была как какой-то как какой-то батончик шоколадный китикат нет киткат он точно киткат ухты 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 смело слушайте очень смело еще рассказывать дальше или будем смотреть что-то даже непонятно что там под что творится ребят а вот тогда просто я его лицо из-за отблеска не видела это он типа показал что я могу и вот так вот долго под водой ну и дыхальца то на самом деле не там у деличика у них оно сбоку там кстати я не видела и дыхальца на самом деле так вот там этот киткат реклама она выглядела так что стоит мужчина долго долго с камерой и ждет когда вылезут оттуда из домика пандочки домика в вольере а он стоит за решеткой вольера ждет ждет дождь начался он под дождем ждет зонтиком потом убирает зонтик опять жара наконец он отворачивается чтобы поесть этот батончик киткат в это мгновение пандочки выскакивают домика и начинают кататься на роликовых коньках это такое зрелище они такие чудные у него даже как бы поддразнивают а он то не видит они за его спиной потом они пил пил а их двое они одна за одной туда в этот домик и все и дальше он значит уже доел этот батончик в ту секунду когда они занырнули в домик он разворачивается и опять с этим фотоаппаратом начинает их ждать вот я себе его напоминаю когда стою и жду что здесь произойдет слушайте надо ванну побольше тогда а а если их тут на целая семейка нагромоздится мальки тоже сюда прибегут плавать не ну вы гляньте на это ну что это похоже уложились как эти котлеты в маленькой тарелочке или как глазу не из двух яиц ну надо же вот вот такие у них водные процедуры у кого повернется язык сказать что улиткам не нужен бассейн ребят прям он так не нужен не нужен так красноречиво не нужен я вот стою знаете что я сейчас ну что направлено мои усилия просто сдерживаю смех потому что это невозможно на это смотреть они настолько ни на что не похожи вот эти горе ки ни на что видны мною раньше и их внешность их поведение нет как хотите я сделаю знаете что надо сделать два водоема глубокий и вот этот оставить и в какой они пойдут посмотреть может они хотят полностью погрузиться на ниже не такие прям уж это же не люди которые начнут экстремальничать они же поступают как им природа велела в соответствии с инстинктом и своими рефлексами так давайте крупничок все понятно что он говорит ну все будем считать что попрощались ладно я тоже говорю вам до свидания и пойду выкладывать это дело короче говоря вчера я не выложила видео сейчас собралась уже его выкладывать и на всякий случай заглянула все вы это увидели короче говоря вы видите то же самое что и я поэтому комментировать тут нечего вот такие у нас выкрутасы вот такие у нас выкрутасы но я надеюсь что они живы по крайней мере я не буду мешать грязью поели видите покусано погрызано вот их зубки вот эти зубки вот эти это я сегодня воткнула вот здесь вот все поедено погрызано и вот это вот там листочек тоже нравится им эти растения ну вот грязью все любят ну вот все с ней тронулись сегодня ой слушайте они приели траву нормально надо докладывать новое кабачок съели смотрю что не осталось огурец съеден наверное я его тут тоже не вижу вот это картошку не доели это уберем тогда найди десять отличий да в прошлый раз вроде один рожек торчал мне безумно жаль что я не могу это прокомментировать сказать что-нибудь такое знаете научное что-то вот так именно они вот такие у них отношения с водой вы что у вас не возникает такое ощущение что одна утонула а другой горюет по этому поводу я не знаю мешать не буду точно кстати пену видите вот в прошлый раз когда они спаривались я отсняла но не выкладывала там тоже они были в пене прямо вот знаете как шампунь как вот в фильме джентльмен удачи у Савелия Крамарова помните пена изо рта шампунь такой прямо пузырьки во все стороны вот они были как раз вот так вот запузыренные такие и сейчас опять наверно это спаривание происходит я так думаю все ребятки валим 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 не мешай приличному животному так вот вот вот